Здравствуйте! Железово еще помните? Помним! Мы общались в прошлом году Сегодня я в этом году опозорился Вот таких абрикосов ведер 200 А вот таких вот всего ведра ведер 20 А я их не продаю, я котики бы торгую И вот мне звонят с Лиссасибирска А можно мы приедем, с рынка купим? А я боюсь говорить, а вдруг приедет 800 метров туда, через Красноярск 800 обратно, а вдруг тут нет ничего Вот я заехал глянуть Да, мы в том году заказывали вам, девушки делали косочки Да, да Мы унимали его абрикосы Уже все Про косочки чуть позже, я все объясню Так Что ему сказать? Что ему сказать? Вот сколько дней будет вот такое изобилие? Который еще поспевает Который уже поспел, он же рано и поспел Недели две, наверное, еще Ну, то есть, если он приедет А недели нет, кака приедет? Кака уж уже? Недели две еще Что ему говорить, приезжать или нет, я не знаю Он там много берет, да? Ну, как для себя Ну, может быть, пять ведер возьмет, десять Вот я ради этого и хотел это услышать Неделя будет еще всякое Ладно А еще и там Я никогда там не бываю В Черемушках на рынке бывают они? Торгуются там тоже? А, мы взяли уже Ясно А это кто идет? Откуда туристов столько? Это с автобуса А, с автобуса Привет, Тур Ясно Так, ну ладно На всякий случай Вряд ли у мужика лишние деньги Вот, допустим, он покупает Сколько такое ведро стоит? Семьсот 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 150 килограмм Я считаю, это недорого Да, Виктор Привет Это недорого Пятьсот пятьдесят Недорого Это просто у нас времена такие, что Не каждый даже пятьсот пятьдесят А здесь просто рядом Савенгорские дорожки Когда с вами урожай? Я знаю Всю историю так и бывает Вы извините В магазин заходишь Как будто в космосе побывал На цены посмотришь И не надо лететь в космос Да, это ясно Ну, конечно У вас дешевле намного Да, я знаю, что дешевле Даже вон Газель подъезжала Говорит, ой, цены божеские Да в том-то и дело Просто у нас народ небогатый Вот что Народ небогатый? Да почему? А вы повернитесь на дорогу и посмотрите Ну, а, машины Да в кредит сейчас что хочешь даю Вот вы сказали про косточки В кредит что хочешь даю А мне уже хотят Вот вы сами сказали о косточках Вопрос задали Отвечаю Косточки у меня Манжурских абрикосов, да? Почти каждый год У меня сотни ветер Один год было тысяча ветер А сад маленький Несколько десятков Просто ковром лежат И одни говорят Куплю, потому что Мне, мол, посоветовали от этого От опухоли, от онкологии Вот Допустим, да? Думаю, ладно Поднимаю специальную литературу Вот они Допустим Вот они Спасение от онкологии Косточку разбил Съел Ну, только регулярно, да? Если будешь кушать заранее Никогда ее не будет А если не запущено Как профилактор Да, да, как профилактор А нет, я знаете Я что сделал? Я отложил в погребе 150 ведер Из них 120-130 Вот эти манжурцы Мелкие, они очень вкусные Ради косточек Идет третий год Они у меня лежат А дальше что? Выбрасывать? А сейчас свежий урожай Не знаю А у меня опять На десятки ведер В том году вы были Даже Как вас зовут? Валерий Константинович Валерий Константинович Железов Я знаю, что Железов Фамилию вашу знаю Так Вы в том году Тоже снимали Гавы это Спрашивали Да, я специально Про рак разговаривали Про все Стоит обрезку делать Стоит обрезку делать Что я повторяю Что говорил На этом же месте Вот на этом В прошлом году Да, да, да Повторяю то же самое К нам Из Средней Азии Завезли Бактериальный рак Рак Он название условное Это я его признал Бактериальная болезнь Это тот же вирус Как у нас Он не лечится То есть Все Выкорчевывать И надо свои саженцы Свои Здешние А теперь так А теперь так А здесь уже все Обернитесь Вы знаете сколько здесь В лесу Диких яблонь Сибирок Миллионы Это я знаю Потому что Я 40 лет Прививаю на Сибирке Я обошел весь лес Ну это мое занятие До сих пор Ни одна Сибирка Не заразилась Миллионы Культурных яблонь Погибли Сегодня утром То же самое С женой обсуждали Я говорю Вот посмотри Возле ворот у нас Дичка Ну такая Не совсем дичка Вот такая Да, да, да Сколько лет Хоть бы хрен ей Я говорю Вот на углу Рядом Она говорит Ну да мужики Что-то обдирали Я говорю Сколько ей лет Лет 15 или больше Прививай на нее Так прививай на нее Ну а я об этом Талдычу Никто меня не слышит А у меня все привитые Да, и вы в том году Говорили Что вам На Абакамском телевидении С вас деньги требуют А в Новокузнецке Ну в Кемерово Вам бесплатно Дают эфир Ну а почему Мы здесь Ваши передачи Они полезны Для садоводов Объясняю Последний раз Был разговор Я хочу дать Очередную партию советов Ведь вы знаете Рак-то он рак Бактериальный Бактериальный Не лестится Не лестится Но стоит 10 деревьев 5 которые Не прикасались Секатором А 5 которые Как обычно Неправильные деревья Ветки Отрезаем Потому что Они неправильно растут Не туда растут Нижние отрезаем Вертикально отрезаем Чашу делаем Чтоб солнце проходило Вот такую Вот Все Которых секатор касался Они погибают За 2-3 года Потому что Спил Место раны Так в том-то и дело Об этом же Я звоню на телевидение Это я и так понял Знаете чем мне говорят А с другой стороны Не обрезать Знаете чем мне говорят Под Вашей передачей Нам нужно Чтобы кто-то из спонсоров Заплатил Делая свою рекламу Ну здесь бедные Потому что у нас Да, да Не бедные Просто не хотят Нет В Кузбассе просто Более В Кузбассе Более экономически Нет Там люди понимают Что кто-то Если занимается садоводством Вот опытный садовод Опытный садовод И он дает советы А здесь эфир не дают Потому что Все хотят денежку Денежку Прям на деньгах Помешались Я говорю Да Да Вы в том году у нас были Я же вас помню Мы были у нас Просто бедные Вот они на чем только Подходили У женщин спрашивали Разговаривали Какие сорта Что А откуда бы я Фильмы делал Стати писалось И ты не знал этого Да, да, да Потому что вы опытный садовод Вы этим давно занимаетесь 40 лет всего Ну То есть И если с дерева Которое уже болеет Ну с моей тоже Разговариваем Ну возьми Приверь Чтоб сохранить Я говорю Какой смысл Оно уже У себя на ветках содержит Опыт есть 10-15 лет Продержится Прививайте Только не ждите 40 лет А 10-15 Да, молодые можно Я столько не проживу Если Если Я столько не проживу Я тоже На Сибирке Если прививать Вот привил И больше не подошел К ней Ну на дичку 10-15 лет Дождитесь урожая И урожай еще будет Вот Но стоит только Подправить крону Все Два-три года И умирает Даже если хорошо И никто этого не знает Нет, я говорю Даже если хорошо Замазывает Бесполезно Дело не в этом Она просто слабеет У нее иммунитет Теряется Но с другой стороны Не обрезать Они Мельчают И Периодичный сезон Вот 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 она пропаганда И вы уже Заразились этим Да потому Вы мне сейчас Диктуете Очередную статью Очередную статью Валерий Константинович Вы в том году Сказали не обрезать Я не обрезал Ну и что Ну дерево живет Это ветка сухая Вроде бы надо обрезать Да не трожьте Она вам мешает Так я не трогаю Вот именно Но белый налив Плодоносит Вот Кстати Вы становитесь уникальным Время подошло к тому Что Белый налив Папировка Я уж не говорю Про Антоновку Про эту самую Про московскую грушевку Белый налив Исчез Я-то знаю Я в сотях У меня два дерева Вам надо на них Надо было бы Приехать к вам С организации Объединенных Наций Сюнеско Прибить табличку Повесить табличку Написать Значит Хозяину Не подходить с секатором И хранить Знаете Вот ветка висит Я говорю Ирина Вот был человек В каком году Я говорю Железнов Да Я говорю Не знаю Как звать Величать Но он Приходил Люба С тобой Вот это Люба Мы разговариваем Не надо Трогать Вот не полная Вот чтобы Это касается только яблонь Прежде всего Они умирают сразу Только тронь Мы одно тронули Ну и Ну все ясно Нет Но она отошла Она самовосстановилась Пошли эти волчки Молодые Я говорю Все Не трогай Молодые волчки Это потерянные годы Дело в том что Она говорит Давай Волчки проредем Я говорю Пусть они растут Вот Все Вот Сейчас плодоносит Вот Нынче яблок Это у вас У меня в Красном Хуторе Из каждой сотни Яблонь погибло 98 Из каждой сотни Все мои соседи резали Резали страшно Безбожно Я для них не авторитет Представляете Для них авторитет интернет Да Ну я то про обрезку Скажем это Я еще и в советское время Когда только первую дачу взял Вот 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 С тех пор это И читал И слушал Знаете что Я сейчас надо ехать У меня уже голова сейчас Возьмет и отключится Дело в чем Значит Я в своих Первых статьях еще В книгах Еще не было интернета Уже писал Сайногорский феномен Май на черемушке Лучшие сады в России Во всей России Не было такого Потом Вас научили Обрезку делать Вот А во вторых Вот это ветерку Сколько? Это 300 Сази Сази стали завозить Да и все Потому что У них К ихним заболеваниям Они привычны А наши деревья Не привычны К этим заболеваниям Ну то есть Ну все Дальше я желаю вам Хорошей торговли Дайте я вам пожму руку Нету чего Вот Надеюсь пригодится Ведь у нас послушают Лишь бы избытки Да вот именно Да это самое обидное Еще раз Сколько вот стоит это ведро? Неполное 1300 Вот это Да Все понятно Просто Самое зеленое Уж не стало Ладно Все Девчата До свидания А так 750 Пятилитровые До свидания До свидания До свидания Так Мешаю вам торговать Ну вот Валерий Константинович Вам здоровья Не дождетесь Правильно Нет В общем мы вас сюда дождемся В следующем году ждите А вот знаете Вот вы в том году советовали Я нынче так и делал И в том году А телевидение отказалось Эти советы показать Да вы говорили в том году Да Но зато вы здесь Побыли с нами Пообщались Все Пока А то я сейчас Краснеть начну От стыда Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует